Продолжение следует... 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 И сегменты АСУТП очень часто полностью изолированы от корпоративных процессов, и в этом есть их и сила, и слабость. Сила заключается в том, что не будучи подключенным к внешнему миру, они теоретически полностью защищены от каких-то внешних воздействий. Как показывает практика, теория и мировой опыт накоплены, и даже закрытые критичные инфраструктуры подвержены внешним атакам. Примеры таких сценариев, таких случаев мы сегодня с вами рассмотрим. Но тем не менее в процессе развития цифровых технологий конвергенция и слияние IT и IT действительно происходит, и избавиться от этого или уйти от этого достаточно сложно уже, потому что даже крупные промышленные компании, которые производят автомобили, например, суда, технологические процессы более сложные, они подразумевают под собой слияние корпоративного и технологического сектора, и на процессе слияния двух этих миров как раз и существует самое большое количество рисков и возможности компрометации как одного, так и второго сегмента. И необходимо уделять внимание защите как у IT, естественно, но с нюансами и различными акцентами, которые присутствуют в этих сегментах. Если посмотреть на риски и на угрозы, которые произошли за не такой большой период, возьмем отправную точку, это вот так, как принято большинством из нас понимать, и это такой хрестоматийный пример, с которого можно проследить историю крупных технологических различных взломов, которые говорят о том, что практически во всех направлениях экономики присутствуют подобные риски, и достаточно большое количество успешных примеров, успешных для злоумышленников и, соответственно, трагических для многих компаний, говорит о том, что данные риски только растут, и плотность или скорость увеличения событий в технологических процессах, связанных со взломами, киберзломами, только растет. И, соответственно, увеличивается и ущерб, который наносит злоумышленники, и возникает стойчивое понимание того, что критичная инфраструктура уже не отделена от внешнего мира, и существует большое количество способов обхода и взлома этой инфраструктуры. И, опять же, уязвимость заключается в том, что традиционно объекты ОТИ или там критически важные инфраструктуры строились, подразумевая следующий факт, что они полностью изолированы от внешнего мира. И в тех случаях, когда используется традиционная модель построения, система СУТП, как раз в этом случае в процессе цифровой трансформации, без учета современных рисков, и возникает как раз большое количество вот этих вот событий, свидетелями которыми мы с вами являемся. Разработано большое количество достаточно моделей, успешных уже, которые применяются на практике, и теоретических моделей построения систем защиты СУТП. И одна из них это, сложно произносимая по-русски, там Purdue Enterprise Reference Architecture, будем называть ее PIR. И данная модель достаточно четко показывает способы сегментации, изолирования определенных процессов технологических, начиная с самого нижнего уровня, там, где присутствуют исполнительные механизмы, до системы управления технологическими процессами и поднимаются уже на уровень Enterprise. Данная модель подразумевает собой конвергенцию и полное слияние всех сегментов IT в компании, даже в промышленных средах, с применением соответствующих способов защиты, сегментации и разделения процессов одного другого для того, чтобы было проще ими управлять надежно и исключать различные риски. И данному направлению посвящено большое количество трудов уже, и вся мировая практика движется в том направлении, чтобы создавать модели, как теоретические, так и бизнес-модели, также и применять практические решения для построения систем защиты именно вот таких сред, таких систем, в которых присутствует слияние IT и IT-миров. И этому как раз уделяется большое внимание. И мы сегодня тоже с вами этим займемся. В процессе лабораторной работы или практического сценария, который мы разработали, будет как раз продемонстрирована методика слияния сегментов IT и IT. Мы рассмотрим те риски, которые возникают в данном случае, и, соответственно, предложим вам способы защиты от различных угроз с возможностью анализа технологических протоколов, различных отклонений, воздействий, которые там возникают, и успешных способов защиты. Фортимент разработал достаточно большое количество решений за всю свою историю, и большая часть из них предназначена для того, чтобы защищать именно объекты в ООТ или в критически важной инфраструктуре. Все решения, которые Фортимент за все это время создавал, сначала с своего основания, с 2000 года, сейчас объединены в комплексную среду, которая называется фабрика безопасности Фортимент. Наверняка многие из вас слышали такой термин, там security fabric. И для защиты технологических процессов разработано отдельное направление решений, которое учитывает именно те особенности, нюансы, которые присутствуют именно в ООТ или в объектах критической инфраструктуры. И для того, чтобы строить систему защиты в таких сложных средств, мы предусмотрели возможность сегментации, микросегментации данной среды с возможностью подключения различных устройств как в проводном режиме, так и в беспроводном режиме. И да, вы не ослышались, беспроводные системы в объектах технологических процессов, защиты в построении технологических процессов тоже присутствуют. И для этих целей разработаны специализированные решения, которые выполнены по стандартам технологических производств, для того, чтобы предусмотреть пыль, влага, вибро, защиту, различную устойчивость к различным сложным условиям, в которых они работают. И это как точки доступа, так и коммутаторы, которые обеспечивают устойчивый уровень доступа и подключения к различным сетям. Дальше, если говорим о защите, естественно, требуются межсетевые экраны. Межсетевые экраны могут быть как аппаратные, так и виртуализированные решения, потому что очень много решений, очень много компаний идут по пути виртуализации различных продуктов. Используются контейнерные методы обработки, контейнерные методы построения систем IT. И в том числе и облачные среды тоже проникают, в том числе и в технологические процессы. Поэтому для построения систем защиты используются как аппаратные, так и виртуальные решения, работающие как на уровне ELE3, так и в прозрачном, в транспарент режиме. Для защиты веб-приложений, особенно на уровне Enterprise, в корпоративной среде, присутствуют веб-пликешные фаерволы, которые позволяют обеспечивать защищенный доступ в различных сценариях именно извне к корпоративным веб-серверам, для того чтобы предоставить продукцию компании, например, познакомить мир с миссией компании. Ну и в целом наличие веб-сервера – это обязательная вещь, без которой, собственно, нельзя обойтись. И так как этот объект, этот субъект смотрит в интернет, поэтому без соответствующей защиты, хотя бы скейлинжа, инъекции, кроссайк, скриптинг и подобных атак обойтись нельзя. Поэтому в application firewall обязательные условия защиты на корпоративном уровне. Также система идентификации, авторизации, которые присутствуют как на корпоративном уровне, так и в индустриальном сегменте обязательно должны существовать. И очень важный элемент – это freed protection слой, который подразумевает способы защиты как на корпоративном, так и на промышленном уровне от как известных, так и неизвестных угроз. Очень важно иметь возможность защищаться от неизвестных развивающихся угроз, так называемых ATP, advanced freed protection. И способы защиты от неизвестных угроз чаще всего реализуются с помощью технологий, которые используют методы искусственного интеллекта, виртуализации, модулирования угроз в изолированной среде. Такие решения, как песочницы, например, или технологии, использующие AI, в нашем случае, этот компонент называется Fort AI, подразумевает по собой возможность защиты от, в том числе, и неизвестных угроз, угроз нулевого дня. И данную угрозу очень легко и эффективно обнаруживается в том случае, когда предлагается возможность проэмулировать данную угрозу в изолированной среде, которая представляет у себя похожие сегменты критичной инфраструктуры. И для того, чтобы сделать это более эффективно, используется решение, которое называется deception, моделирующее, которое для злоумышленника выглядит как объекты инфраструктуры, либо enterprise, либо промышленной инфраструктуры. И когда развивается какая-либо атака, очень легко злоумышленника можно завести по ложному следу, для того, чтобы он проявил в полной мере все свои намерения в этой изолированной среде, для того, чтобы в дальнейшем мы смогли ее изучить и применить соответствующие методы защиты. Ну и обязательно, конечно же, система защиты рабочих станций, endpoint protection, должны присутствовать на протяжении всех слоев защиты нашей инфраструктуры. И это не только традиционные решения для защиты endpoint, такие как антивирус, например, или host-based IPS, host-based firewall, а в том числе и решение, которое называется там EDR, XDR, то есть решение, которое позволяет защищать от неизвестных угроз уже в том числе и отдельные рабочие станции. Данное направление очень активно сейчас развивается, и интеграция endpoint protection, там традиционных решений и EDR показывает себя очень эффективным образом в современном мире. Про deception я уже рассказал, и про sandboxing тоже в том числе и упоминал, но тем не менее обратите внимание, с sandboxing и возможность использования песочниц, она очень эффективно себя показывает практически на всех уровнях, и как в корпоративном, так и в промышленном сегменте. И она интересна тем, что для песочниц можно использовать сигнатуры или методы обнаружения угроз, которые разработаны совершенно посторонними компаниями. Достаточно много сейчас консорсумов, различных объединенных объединений, которые изучают угрозы по всему миру и делятся ими между собой, и в том числе с потребителями. Так называемый freedom intelligence, путь, который позволяет обмениваться информацией об угрозах и применять лучшие практики в совершенно различных сценариях, даже на решениях, которые разработаны посторонними вендорами. Вот те решения, которые сейчас выделены, это те продукты, которые могут быть реализованы, те сценарии, которые могут быть реализованы на одном единственном продукте, на продукте, который называется FortiGate. Это унифицированный шлюзь безопасности, либо next-generation firewall, сейчас принято его называть. И очень большое количество сценариев можно реализовать на базе одного единственного продукта. Сегодня в процессе лабораторной работы вам это будет продемонстрировано. Ну и дальше дополнительные решения, которые тоже я перечислил. Они все очень тесно интегрированы между собой. И неважно, с чего вы начали строить систему защиты своей сети, с междусвятого экрана, либо систему EDR, либо систему защиты рабочих станций, они так или иначе все между собой объединяются, делятся информацией в рамках Fortinet Security Fabric. И это позволяет очень эффективно управлять всей этой инфраструктурой с использованием как централизованных систем управления, так и систем анализа событий, логов, подключая все это к системам CEM, либо SUAR, как разработанным компанией Fortinet, так и внешним корпоративным системам. В этом никаких сложностей нет. Для того, чтобы получить единую управляемую инфраструктуру, которую мы называем Fortinet Security Fabric. В том числе и в промышленном направлении, в промышленном сегменте. Что же отличает обычные традиционные решения от промышленных решений, которые могут использоваться в тяжелых промышленных средах? Это в первую очередь форм-фактор или способы исполнения данных решений. Как междусвятые экраны, так и коммутаторы, так и точки доступа, которые позволяют нам беспроводным образом подключаться к инфраструктуре, выполнены в соответствующем формате, в которых отсутствуют движущиеся части, вентиляторы. Для того, чтобы повысить надежных данных систем. Также они очень устойчивы к пыли, влаге, различным вибро-тяжелым условиям. Для того, чтобы иметь возможность работать на протяжении всего срока использования, которое заявлено производителем, минимизируя различные возможности выхода из строя, только по причине механических каких-то воздействий. В том числе все остальные решения, которые я перечислял, они также интегрируются с корпоративными промышленными решениями и объединяются в Fortinet Security Fabric. Поэтому, если вы выбираете решение для защиты индустриального сегмента, обратите в первую очередь внимание на форм-фактор, каким образом данное решение исполнено. На системы защиты от пыли, влаги, на каким образом они устойчивы к тем или иным механическим воздействиям. Все это перечислено, приведено в паспорте изделия и соответствует определенным характеристикам, как ИЕК, НИСТ и различным стандартам, имеющим отражение и в нашем отечественном поле тоже, контроле подобных устройств. Для того, чтобы системы защиты работали эффективным образом в промышленном сегменте, необходимо иметь возможность понимать промышленные протоколы. Таких протоколов великое множество. Это ModBus, Profibus, различные ИЕК-протоколы. И все они нами очень детально анализируются и разрабатываются способы обнаружения этих протоколов, идентификации этих протоколов, и в том числе обнаружения различных отклонений, которые могут быть связаны с использованием данных протоколов в корпоративной среде. И централизованная служба FortiGuard, это облачный сервис, который поддерживает огромное количество сотрудников по всему миру, разрабатываются, анализируются эти протоколы, в первую очередь уязвимости, которые связаны с ними. И в автоматизированном режиме эти обновления поступают на сетевые экраны, на сэндбокс, на систему защиты рабочей станции, для того, чтобы иметь возможность динамическим образом противодействовать угрозам и не тратить время на какую-то дополнительную обработку или получение обновлений из FortiGuard. Это делается все автоматически, при наличии соответствующих методов и контрактов. И если посмотреть уже более практически на систему защиты технологических процессов, то выглядят они вот примерно так, если следовать той модели, о которой я говорил, которые используют четкую сегментацию промышленных сегментов, там базового уровня, и двигаясь дальше уже, поднимаясь на корпоративный сегмент. Практически все нюансы можно предусмотреть, и для этих целей существуют соответствующие методы защиты, которые в случае объединения, интеграции между собой представляют из себя достаточно надежный, стабильный инструмент защиты от современных угроз, в том числе и в промышленном мире. Это еще более детальная картинка, которая отражает и промышленные протоколы ГОСТа, там российские, либо АЭК, международный стандарт, хотя они очень тесно перекликаются между собой, у них даже номер один и тот же, там 62443. ГОСТ по защите промышленных сетей, он называется именно так. Также это пюрдый модул, ИСА-99. Все эти консорциумы, все эти модели, они описывают примерно одну и ту же схожую модель, именно конвергенция IT, OT-сегментов и способы защиты построения систем передачи данных именно в корпоративной промышленной среде, для того, чтобы минимизировать риски. Основной ключевой момент во всех этих моделях – это сегментация, необходимость сегментации процессов между собой и применение соответствующих методов защиты между ними на этапе сопряжения тех или иных модулей, тех или иных сегментов. Для этих целей существует большое количество практических решений, которые позволяют задачу безопасности реализовать достаточно эффективно. Эти все протоколы отражены в наших решениях и могут быть проанализированы как средствами Fortinet, так и посторонними продуктами, о которых сегодня наверняка коллеги из Касперского рассказывали, также есть компания Anazomi, которая предлагает очень интересные и эффективные инструменты для анализа промышленных протоколов. И тот трафик, который проходит через межшестевой экран либо зеркальным образом отражается на нем, также может быть передан для дополнительной проверки, анализа в сторонние системы, которые анализируют промышленные протоколы, для того, чтобы еще более эффективно обнаруживать риски, отклонения и различные угрозы при работе системы с УТП.